Дима, ты шел на интервью, оказывается, тебе брови сейчас будут брить, понимаешь? Слушай, это было супер ощущение. Потому что, наверное, ночью тусовался и был студентом. Ты знаешь, кто такой Кэнди Босс? Я знаю, но я не скажу. То есть в Стэнфорде на тазике по лестнице не спускаются? Сейчас, ребята, невозможно поверить, но тогда это было смешно. Трамп красавчик? Мы всех порвем. Я не могу не начать наш разговор с футбола. Я видел у тебя в Инстаграме, в Фейсбуке фотографию, как ты ходил в фан-зону. Расскажи о впечатлениях. Слушай, это было супер ощущение вообще просто. То есть мне кажется, я столько людей на площади МГУ не видел. Причем это было на самом деле не только футбол, это была энергетика, было очень много иностранцев. Справа от меня стояли трое французов. Причем они пытались, чтобы люди вокруг говорить на ломаном английском. То есть это было очень смешно. И, конечно, энергетика запредельная, когда при каждом голе начинает, я не знаю, сколько там было людей, может быть, 100 тысяч, 500. Я не знаю, какая была правильная цифра. Но просто энергетически это было супер. А под конец, когда МГУ еще начал лучи в небо опускать, это вообще просто, я как бы... И, наверное, это одно из самых такой эмоциональных моментов за последние несколько месяцев для меня были. Мы получили очень интересные данные, что, например, по трафику мобильного оператора в МПЛКОМ мы увидели, что проект, в который мы недавно инвестировали, CityMobile, занял второе место среди агрегаторов такси. Это круто, потому что еще полгода назад этот сервис не был так популярен. И вот, в общем, в принципе, для нас вполне практическая такая польза. Особенно сейчас это очень актуально, потому что, вы знаете, очень много приехало болельщиков со всего мира. Я вижу, что прям вокруг очень много такси, и это здорово. Этот год для Мэйлор Групп особенный, потому что нам 20 лет. Я не хотел бы тебе задавать банальные вопросы, как это было и как ты 20 лет жил. Я хотел бы спросить тебя о том 30-летие Мэйлор Групп. Как ты видишь эту компанию? Идут большие титанические изменения глобальные. И, наверное, если говорить про предыдущие 10-20 лет, это были годы, когда появлялся интернет. Когда мы понимали, что сервисы, что они себя представляют, куда мы движемся. То следующие 10 лет, это будет фундаментально, это будет, когда интернет будет полностью входить в нашу жизнь, во все области нашей жизни. То есть, фактически, это такие десятилетия, когда реальная жизнь и интернет, и высокие технологии просто будут фактически одним единым. Вот это бы я сказал, что то, куда я вижу, куда мы все движемся, и, конечно, я вижу Мэйл.ру как лидера этого направления. Один из проектов, которым занимался и занимается Гриша Работикс, это бизнес-ринг. Ты сказал о том, что интернет входит во все сферы нашей жизни. Я так понимаю, что это как раз очень хороший пример того, как вот даже в нашей квартире высокие технологии и робототехника будет работать. Ты не мог бы рассказать еще подробнее? Да, на самом деле, это очень интересная компания, потому что она сначала звучит очень просто. Это, кстати, пример, когда фактически интернет-технологии становится, условно говоря, невидимой средой для настоящего мира, и таким образом меняет этот мир кардинально. Вот ты недавно упомянул про CityMobile, про такси. С одной стороны, внешне это та же самая машина. Мы видели машину, может быть, 20-30 лет назад. Но эта машина сейчас подпитывается очень мощными, высокими технологиями, которые позволяют делать роутинг, перемещение, определять, где пассажиры. И фактически мы огромными сложными технологиями дотрагиваемся до живого мира, например, через сервис такси. И твой пример с рингом очень похож. На самом деле, дверной звонок, который кажется, что это просто вот нажимаешь кнопочку, и у тебя в смартфоне звонит, кто к тебе пришел. Но дальше начинается, на самом деле, магия. Во-первых, ты можешь с помощью этой технологии распознавания графики понимать, кто к тебе пришел, что происходит. Ты также можешь понимать, что если вдруг случилась, например, какая-то кража, например, вокруг твоего дома, посылки или еще чего-то, если у большого количества людей стоит ринг, можно даже следить, каким образом преступник убегал. И таким образом получается нетворк-эффект, позволяющий анализировать, что происходит. Не говоря уже о том, что у тебя есть понимание, например, что это пришел курьер, деревья Краба, например, который привел к тебе еду, и ты можешь сказать, что окей, для тебя это отдельный вызов и отдельный звук. То есть фактически у тебя получается цифровая система, позволяющая понимать, кто приходит к тебе в гости, кто от тебя уходит. И правильно я понимаю, что эта компания была рынком оценена больше, чем миллиард долларов? Ну, мы не можем точно назвать цифру, но да, это там и была куплена компания Amazon. Сколько циклов жизни этой компании? За какой период она смогла такую капитализацию? Ну, поначалу всегда очень не получается. Мы все привыкли смотреть, может быть, в таких вот интервью, как все просто было здорово, там раз и получилось. На самом деле это не так. Ребята долго меняли продукт, манифицировали, у них что-то не работало, они полностью переделывали, и этот период был достаточно долгим. Если говорить про момент, когда они, наверное, вышли на рынок, прошло более пяти лет, но до этих пяти лет еще было очень много так называемой запитательской работы. Поэтому, что бы вы ни слышали и не видели какой-то большой успех, за ним всегда стоит очень-очень много работы. Правильно ли я понимаю, есть ли такой тренд, что сейчас, если раньше были только технологии важные, то сейчас маркетинг любого цифрового продукта, вот удельный вес важности в успехе этого продукта, маркетинг занимает все больше и больше места. Это так или это не совсем корректно говорит? Ты знаешь, я бы сказал, на самом деле хорошо, что ты привел пример именно Ринг, потому что они как раз славятся очень агрессивной, мощной рекламной компанией. И там правильный бренд, они вместе взаимодействовали со звездами и сделали очень-очень много различных программ. В первую очередь у них главная программа была направлена на работу с полицией. Таким образом они пытались не просто поставить вам звонок, а сделать, чтобы ваше, не знаю, там, место, где вы живете, город, не знаю, улица, были очень безопасны. Это была огромная работа не только в области маркетинга, но в том числе и так социальной ответственности. И я бы сказал следующим образом, что маркетинг, наверное, был важен всегда, но сейчас, когда особенно технологии начинают входить в нашу обычную жизнь, конечно, его роль возросла, бесспорно. Потому что раньше фактически мы делали… Интернет начинался от продукты, гики для гиков. То есть в основном наши потребители были такие же программисты, как и мы. Но сейчас, как вы знаете, мы уже покрываем больше 100 миллионов человек, это огромная-огромная аудитория. И, конечно, во многих случаях нужно каким-то образом правильно объяснять, что этот продукт делает, доносить, также выстраивать бренд и объяснять, как он может повлиять на тебя. Поэтому я бы сказал следующим образом. Хитрость цифровых технологий сейчас в том, что многие из них продолжают выглядеть обыденно, особенно последние новые какие-то проекты. Но за ними стоят очень сложные вещи. Но чтобы эти обыденные продукты объяснять, улучшать, конечно, маркетинг становится важнее. И все больше и больше в наш мир входит слово «смарт». У тебя было какое-то устройство, а теперь оно становится смарт, то есть умным. У тебя был дверной звонок, он стал умным дверной звонок. У тебя было такси, стало умное такси. У тебя была доставка, стала умная доставка. И вот на самом деле, мне кажется, вот это слово «умное» оно очень-очень важно и следующие 10 лет будет крайне важно. Что этот тренд означает для тех ребят, которые сейчас выбирают профессиональный программист, для тех, кто занимается технологиями именно? Я имею в виду тренд, когда маркетинг становится более и более... Знаешь, я думаю, что на самом деле вообще, если говорить про тренд чуть даже больше, не только про маркетинг, а вообще про то, что мы сейчас видим в области интернет-технологий, главный тренд – то, что ты можешь создавать технологии, которыми люди пользуются каждый день в обычной жизни. То есть, условно говоря, если 20 лет назад, создавая какую-то прикольную программку, да, ей пользовались твои друзья, твои знакомые, это было здорово. Я помню, когда я в общежитии программировал очередную какую-то программку, и там, пять моих друзей были рады, что она там что-то делает, для меня это был уже огромный успех. Но сейчас ребята, которые создают сложные технологии, могут создавать что-то, чем пользуются миллионы, десятки, сотни миллионов человек. Это просто поистине, наверное, уникальнейшая возможность, и мы живем в классное время. Первая программка, ты упомянул об этом, это была игрушка? Да, ну, она не совсем, скажем так, первая, за которую у нее очень стыдно, да, это была игра, был компьютер советского производства, или российского, правильно сказать, БК-10-01, вот, и первая игра называлась Альфа-Ромео. Почему так называлась? Потому что в то время были популярны вкладыши турбо с машинками. В принципе, я никогда в жизни не видел, это были, там, условно говоря, 90-е годы, там, да, начало, я никогда не видел, конечно же, Альфа-Ромео в жизни, но вот с этого рисунка получилась первая игрушка, было очень здорово. В качестве монитора ты что использовал на этом компьютере? Сначала был телевизор, а потом появлялись такие упрощенные телевизоры, они уже были как бы мониторами, вот такого, небольшого такого размера. На чем писал свою игрушку? Это был восьмеричный код, то есть это был даже не язык программирования, это было фактически там, программирование к кодам, потому что там был язык ассемблер в то время, но большинство программ писались тогда в восьмеричном коде, то есть фактически там операции, которые ты производил, ты писал прямо код, показывающий там 0,1,1 там это одна операция, там 0,1,0 другая и так далее, фактически ты таким образом программировал. Выглядело очень смешно, особенно для моих родителей, это была какая-то непонятная для них грамота абсолютно. Это было в Саратове? Да, да, это было в Саратове. Сейчас ты занимаешься бизнесом, еженедельно тебе приходится принимать большое количество серьезных решений, которые влияют на бизнес, да, и на большое количество людей, как пользователей, так и сотрудников компании. Вот твой опыт технический, твое образование, на что повлияло вот в твоей жизни, в твоей работе, которую ты выполняешь сейчас? Одно из важных вещей, которые мне достаточно сильно помогло в бизнесе, это умение учиться. Потому что, в принципе, осваивая новые технологии, особенно в тот момент, в принципе, это было в новинку, было мало литературы, очень многие вещи приходилось фактически учить по каким-то западным статьям, по каким-то обрывкам информации, просто потому, что это еще пока была очень-очень зарождающаяся среда. Но мне кажется, если вы выделите одну простую вещь, это ориентироваться в незнакомой, непонятной какой-то среде, ее как-то систематизировать, учиться и разбираться, как она работает. Это, наверное, самое важное свойство, и я считаю, что это то, что отличает как раз хороших технорей, хороших управленцев от всех остальных, именно вот это, потому что технологии меняются. Большинство технологий, которые, не знаю, мы учились 20-30, что 20-30, 5 лет назад, то есть цикл обучения настолько большой, что, в принципе, это главное свойство человека становится. И сейчас, если какой-то американский термин называется constant learning, то есть фактически, что жизнь становится учебой постоянно. Если ты хочешь постоянно быть конкурентоспособным, если хочешь понимать, что происходит, тебе надо учиться постоянно. Я не знаю, может, кого-то из зрителей это обрадует, кого-то расстроит, в зависимости, но учиться это не обязательно сидеть и, брать учебник и мучиться его читать. Учиться это значит понимать, как работают новые принципы, изучать какие-то новые среды, понимать, как думают люди, потому что люди тоже меняются. То есть учиться это такое, может быть, иногда, особенно у студентов это слово вызывает какие-то такие, честно, негативные эмоции, но на самом деле это очень увлекательно, очень здорово, и фактически это способ познавания мира. Я знаю Дмитрия Гришина как человека с уникальным пытливым умом. И, во-первых, знаю, во-вторых, мне об этом рассказывают мои коллеги, Дима, ты, например, обладаешь таким свойством, вот если ты находишься в самолете, например, ты летишь, ты не знаешь, как устроено турбину у самолета или как там крыло, ты обязательно спросишь у там у бортпроводника, поинтересуешься, ты человек, который интересуется всем, что тебя окружает. И это черта характера, ну, правда, который отмечают очень многие твои коллеги, знакомые. Скажи, пожалуйста, что последнее интересное не из области того, чем ты занимаешься, ты узнал? Ну, наверное, самое большое у меня было удивление, не то, что удивление вызвало интерес, это новая технология называется по-английски vertical farming, это выращивание овощей внутри помещений без света. Идея заключается в том, что можно строить такие большие, огромные здания внутри, в центре городов, и там выращивать, например, помидоры, огурцы, очень свежие, очень эффективные, и доставлять их максимально быстро. Я был удивлен, как это активно развивается, и на самом деле вы будете удивлены, но это имеет отношение к IT, потому что оказалось, что одно из важнейших свойств для выращивания продуктов это свет. И за последние 10-15 лет произошла большая революция как раз вот в лампах, появились так называемые LED-лампы, лампы, которые позволяют очень точечно направлять свет и делать это энергоэффективно. На самом деле революция в лампах позволила появиться в таком новом направлении, как такой вот новый вид фермерства. Поэтому я просто видел, наблюдал, это огромные такие помещения, в которых практически нет людей. Роботы ездят, расставляют фактически семена на таких огромных, огромных как это прорисовет, не палетах, стенах. Да. И фактически растения вверх вот так вот растут, и потом же эти же роботы их собирают. С ума сойти. Можно сказать, что ты задумываешься об этом бизнесе? Пока нет, ты меня спросил, что я его недавно видел, я пока его изучаю. Я знаю, что ты был автором идеи вот этого замечательного офиса, в котором мы сейчас, кстати, сидим. Тебе нравится? здесь. Мне слово нравится, оно, мне кажется, такое слабое. Я считаю, что это идеальное место для работы. Но я хотел бы тебя спросить, вот, поскольку ты придумывал это, для тебя это что? Для меня это, конечно, наверное, один из таких эмоционально знаковых проектов в моей жизни. Я очень много сил и энергии потратил на то, чтобы это случилось. Причем, мы не просто строили офис, мы пытались построить дом, мы пытались построить место, где нам будет удобно проводить любое время и сделать это центром притяжения. То есть сделать так, чтобы людям, не только из России, всего мира, было интересно здесь находиться. И, конечно, это было очень, опять же, как вы сейчас видите результат, и, наверное, по прошествии времени это звучит все очень просто, но когда здесь было огромное количество рабочих, когда мы смотрели на все это в бетоне и, в общем, пригоняли разные краны, в общем, это было очень непросто. И я очень рад еще тому, что, конечно, в процессе строительства этого здания я и наша команда потратили очень много времени для того, чтобы вообще изучать то, что, в принципе, в мире придумано интересного. То есть мы потратили много времени на то, чтобы смотреть, как устроены офисы разных компаний, как они строятся. При этом у нас была очень уникальная ситуация, потому что большинство все-таки там западных интернет-компаний, они находятся в территориях таких, расположенных в кампусах. Это обычно одно, дву-трехэтажное здание на больших территориях. Мы же пошли по уникальным путям, пошли вверх. И задача была построить как бы интересную башню и сделать, привести очень много как бы интересных, уникальных вещей. Но на самом деле одна из таких фундаментальных идей, которую мы закладывали представительство этого офиса, это гибкость и видоизменения. Когда же компания меняется постоянно, улучшается, изменяется. И мы знаем, что в принципе номер один проблема для большого количества компаний, то что они что-то сделали, потом понимают, ой, это нам не подходит, нужно поменять. Поэтому мы очень-очень много думали о том, чтобы как раз построить такое трансформируемое пространство, которое одновременно может быть футбольным полем, теннисным полем, катком, местом для конференции, для концентра. Катком? Катком, конечно же, и местом для рок-концертов. То есть ты хочешь сказать, что заливается лед? Да, заливается лед, и мы делали это уже несколько раз, это очень здорово. И это, мне кажется, что просто лучшие эмоции, когда ты видишь, как все это происходит, это здорово. Поэтому я думаю, что вообще, если говорить так немножко образно и в будущем, это как раз пример, когда мы пытались применить подход IT-технологий, то есть гибкость, видоизменяемость, обучаемость, но применить их к таким, в принципе, очень консервативным областям, как офисы. Надеюсь, что у нас получилось. Когда внутри Mailer Group мы запускали наши образовательные проекты, какую задачу ты поставил ребятам? Что ты считаешь важным для нас, как для группы, получать в результате этих образовательных проектов? Ну, на самом деле, там была достаточно, с одной стороны, простая идея, с другой стороны, очень тяжело реализуемая, как она казалась, то, что был огромный разрыв между тем, что нужно компаниям и то, чему готовят вузы. И есть механизмы, когда бизнес и университеты работают намного-намного более плотно между собой, и фактически это становится вин-вин для обоих сторон. Университеты получают возможность обучать студентов новым современным технологиям, а мы получаем качественно профессиональные кадры. И я очень благодарен в первую очередь ректору Баумке, то, что он как бы нас услышал, и мы смогли начать это делать, и это оказалось, наверное, одним из самых наших успешных проектов, и теперь мы сотрудничаем с большим количеством университетов по всей России. Есть какая-то система в компании, которая позволяет ребятам из региональных вузов, потому что наши вузы, конечно, это крупнейшие такие федеральные, прежде всего, но, тем не менее, в регионах тоже есть талантливые ребята. Есть ли какие-то программы, какая-то возможность такого, знаешь, лифта образовательного и социального вот этим ребятам прийти к нам на работу или поучаствовать в этих программах? Ну, смотри, конечно, есть, есть несколько способов это сделать, наверное, самый простой, мы постоянно проводим различные хакатоны, различные мероприятия, проводим различные соревнования для программистов, поэтому лучший способ это в них поучаствовать, каким-то образом себя проявить, и мы постараемся вас заметить. Такая характеристика, очень такая, знаешь, может быть, есть какая-то одна, в которой ты представляешь себя, компанию, страну, может быть. Ну, наверное, самое яркое такое впечатление у людей вызывает то, что там, Россия — это чемпион мира по программированию, и я знаю, что очень много ребят, особенно из области IT, следит за этим соревнованием в Китае, в Америке, во всем мире, и, в общем, если хочешь сказать что-то одно, это то, что мы чемпионы мира по программированию, мы очень гордимся этим, и, конечно, в этот момент есть некоторая гордость за нас, и я рад, что, в общем, наши IT-технологии, наши IT-команды не только создают классные сервисы, но и мы классно выступаем на мировом чемпионате. Скажи, пожалуйста, технологические точки зрения, какой продукт в Mail.ru Group ты считаешь одним из самых совершенных? Если говорить то, что, наверное, вызывает самые яркие эмоциональные, это, конечно, и игры, и то, как продвинулась компьютерная графика современная, когда можно фактически построить максимально приближенный к реальности трехмерный мир, в котором ты будешь управлять, жить и развиваться. Это, конечно, просто фундаментально. И то, о чем, я помню, еще 20 лет назад, когда-то, кто-то из профессоров говорит, вот когда-то будет точка, неизвестно, когда, может быть, через 50 лет, когда компьютерные технологии подойдут к моменту, когда кино и компьютеры будут уже не очень различимы. На самом деле, мы уже живем в этот момент, и это, конечно, вызывает искреннее восхищение. Тебе часто обращаются стартаперы, молодые ребята с предложением инвестировать в них? Да, достаточно часто. Там есть что-то интересное? Ты видишь какой-то тренд? Вот, тренд глобальный, понятно, да? А вот тренд среди этих ребят, молодых, у которых горят глаза, что у них меняется на протяжении последних 5-6 лет? Последние 5 лет мощнейший прорыв в области нейронных сетей, и, наверное, второй большой, огромный прорыв это то, что появилось огромное количество сенсоров, и теперь можно делать большое количество гаджетов очень недорого, что было еще невозможно еще 20 лет назад. Мне часто ребята задают, кто увлекается интернет-технологиями, какие проекты могут быть перспективными, особенно в будущем. Я продолжаю считать как бы за то, что, конечно, компьютерные игры это один из примеров такого технологии, которая, по-моему, не будет только развиваться, но и огромный новый как бы пласт технологий, это когда фактически с помощью компьютерных систем меняете что-то в реальном мире. Что бы это ни было, вы можете менять то, как устроены рестораны, вы можете менять, как происходит образование, вы можете менять, как делаются машины и так далее, и так далее. То есть фактически сейчас технологии подошли к точке, когда они уже начинают затрагивать все больше и больше областей. Уже есть примеры, когда дроны доставляют кровь в Южной Африке, фактически, из больницы в удаленные деревья. Просто представить себе, что нажимаешь кнопку и кровь доставляется на 70 километров в течение 15 минут. Что в принципе было просто представить себе невозможно. Это один из проектов, который инвестировал Гришин в Robotics? Да. Или, например, представить себе о том, что ты можешь нажимать кнопку и через 30 минут к тебе приедет любая еда, которую хочешь выбрать, а через 5 минут к тебе приедет любое такси. Опять же, многие вещи кажутся очень обыденными, но представьте, сколько еще направлений мы можем поменять. Конечно же, огромное направление большое в будущем. Это будет все, что касается образования медицины. Это, конечно, тоже два очень больших направления, которые только-только начинают потихоньку развиваться. Ты когда в лифте едешь, к тебе были какие-нибудь самые неожиданные вопросы от сотрудников? Самое смешное у меня, наверное, из событий в лифте, это когда я зашел, там убиралась уборщица, она попросила, типа, не могли бы выйти. В принципе, логично. Она выполняет свою работу. А я, как бы, видно, что я мешал, поэтому, как бы, хорошо, и я вышел. Окей, окей. А, кстати, вот возвращаясь к вопросу о стартаперах, у ребятах, которые ищут инвестиции, были какие-то очень интересные заходы к тебе? Нестандартные? Нестандартные заходы? Мне что-то на мою Теслу приклеили. Записку, что, типа, пожалуйста, мы там что-то делаем стартап, и оставили электронный адрес. Ну, я надеюсь, не навсегда приклеили? Не, не. Интеллигент. То есть, интеллигент не это самое, не ножом, а просто была приклеена на машину. Смотришь сериал «Силиконовая доля»? Конечно, да. Последний. Очень смешно. Какой это твой любимый персонаж там? Ну, все-таки, это банально будет ответ, но главный герой. Я со мной считаю, что как раз видно, когда он из гика потихоньку трансформируется в предпринимателя, и все сложности, которые он проходит, на самом деле, не могу сказать, что это прямо полностью совпадает с тем, что было, но очень многие вещи, которые там я проходил в своей жизни, что-то во мне откликается, потому что, опять же, возвращаясь сначала к нашему интервью, это кажется все очень просто, но все-таки ты как там айтишник, ну, в общем, в большей степени интроверт, в большей степени там сидишь и думаешь о чем-то, а предпринимательство очень сильно меняет, там, заставляет тебя обращаться к внешней среде, общаться с людьми, меняться. Тебе было тяжело? Ломалось? Мне было непросто, мне было непросто, и, конечно, для меня всегда хотелось как-то вот людей запрограммировать, да, то есть мне казалось, что надо какую-то дать программку, чтобы все было четко, понятно, и все, как будто здесь вот так, но люди намного более сложные организмы, чем просто алгоритмы, поэтому, конечно, это то, и мне кажется, вот в фильме это очень, я не знаю, понятно, что это покажется некоторым образом шуточно, но на самом деле главный герой там растет, развивается, у него понимается вообще ощущение мира, как бы, что происходит, что команда, каким образом она взаимодействует, там, да, что люди бывают разные, бывают, там, успехи, бывают предательства, там, да, и общаясь с большим количеством стартаперов, предпринимателей, вижу, что очень многие проходили через этот путь, поэтому, на самом деле, несмотря на то, что очень многие воспринимают фильм как комедию, вот в этом фильме есть чем поучиться. Переходим к нашей традиционной рубрике, к Блиц-опросу. Ты готов? Если это не больно, я готов. Нет. Отлично. Мак, Линукс или Винда? Мак. Офис или работа дома? Однозначно офис. Любимый супергерой? Ну, наверное, Айронмен. Откладываешь дела на завтра? Некоторые. Какая у тебя главная суперспособность, как ты сам думаешь? Учиться. Любимая музыкальная группа? Ну, у меня много любимых, наверное, из классики. Мне нравится Битлз. Человек или робот? Человек. Какую последнюю книгу ты прочитал? «Сапиенс. Краткая история человечества». Классная книжка. На самом деле, сейчас большая проблема бизнес-книжек, что часто ты открываешь ее, там заложена одна идея, и, в принципе, вся книжка про это рассказывается. Только вот, на самом деле, эта книжка удивила тем, как много интересных, разноплановых вообще факторов про человечество там указано. Поэтому, в общем, всем, кто интересуется пониманием человечества, очень рекомендую. Сейчас очень важный вопрос, который беспокоит, я уверен, что большую часть нашей аудитории, внимание, покупать или продавать крипту? Хороший вопрос. Мое личное мнение, я пока подождал и не покупал бы, и не продавал бы. Когда тебя заменит робот, Дима? На самом деле, есть огромная часть дел, которые лучше делает человек, но есть и дела, которые неплохо делает робот. Поэтому я сказал так, что есть некоторые дела, которые я надеюсь, чтобы робот меня заменил как можно быстрее. Но есть дела, которые я считаю, что робот, еще в ближайшие, очень-очень-очень долго не сможет заменить человек. Любимый вид спорта? Теннис. Собаки или кошки? Собаки. Чай или кофе? Чай. Лет 10 назад, может быть, даже 15, очень остро стоял вопрос у тех ребят, которые получали техническое образование, программистов. Ставил вопрос, где работать? В России или в условной силиконовой долине? Скажи, пожалуйста, вот за эти годы как изменился этот тренд с точки зрения того, насколько люди задают себе этот вопрос и какой ответ они получают? Ты знаешь, я, наверное, сказал бы следующим образом. Если брать 15, может быть, там даже больше лет назад, было ощущение, что все высокие технологии в основном на Западе. Если ты помнишь, как раз 90-е, в общем, номер один по модности была история о том, что надо как бы уехать на Запад, потому что все технологии как бы там. И на самом деле это объективно было так, Макрософт и там Семантик и куча других компаний, как бы там, да, все технологии были там. И на самом деле, даже если ты хотел что-то на русском почитать, в общем, практически не было литературы на русском, как бы там, да. Сейчас, я считаю, ситуация кардинально поменялась. И случилось два важных тренда. Первый важный тренд. В России появились реально очень-очень крупные компании, которые создают технологии на мировом уровне, имеют классных специалистов, классных офисов. И не повисит этого слова, мы реально работаем на мировом уровне. С другой стороны, мир продолжает, несмотря на все, о чем мы обсуждали, и негативные какие-то тенденции, мир становится глобальной. И я считаю, что на самом деле будущее, конечно, за ребятами в России, которые создают классные новые технологии в России, но делают это на мировом уровне и подробно изучают все, что происходит в мире. Путешествуют, узнают, изучают, не боятся понимать, что чего-то не знают и учатся в других странах. Что бы то ни было, была Силикона и Долина, Запад, Китай. Потому что на самом деле главное это то, что ты никогда не должен замыкаться и считать, что ты лучше других. Поэтому, да, мы сейчас бесспорно чемпионы мира, мы бесспорно создаем классные технологии, но надо всегда постоянно учиться изучать все, что происходит вокруг. Вот эти два свойства, если их вместе объединить, мы всех порвем. Дима, скажи, пожалуйста, вот в этот год, когда компании 20 лет, наверняка для тебя какой-то тоже рубеж, что бы ты хотел сказать тем ребятам, которые планируют в этой компании продолжать работать еще 10-15, может быть, лет? Было бы здорово, если бы в следующие 20 лет мы бы сотворили такие технологии, что в предыдущие 20 лет нам просто показались бы какой-то фигней и был бы просто разрешен мега-мега прорыв. И, конечно, всех ребят, кто нас сейчас смотрит, кто не работает в компании, призываю присоединиться в этом зажигательном интересном будущем. Дима, спасибо большое тебе за этот разговор и за то, что ты нашел время с нами сегодня поговорить. Спасибо за интересные вопросы. С вами была программа Омайкод. Всего хорошего.